Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет презентацию «Лейтенантская проза» Юрия Бондарева. На рубеже 50-х-60-х годов XX века образовалось целое художественное течение, которое стали называть лейтенантской прозой. В своих произведениях авторы опираются на реальные события, на свой собственный фронтовой опыт. Это проза без прикрас, что выстрадали о том и написали, строчка за строчкой, о самом личном, самом сокровенном, о личном опыте участия в Великой Отечественной войне, страшная исповедь не только перед Богом, но в первую очередь перед собой, перед всеми. Любимый жанр авторов – повесть, часто написана от первого лица, пропитанная кровью, охваченная огнем. В своих произведениях писатели-фронтовики дают понять читателю, что исход войны решает герой, и героем может стать каждый – молодой неопытный солдат или главнокомандующий. Главное понимать, что ты – часть воюющего народа, что один ты – ничто, а вместе – сила. Но и от тебя одного зависит так много, буквально все. Как ни странно, лейтенантская проза подвергалась сильной критике за то, что авторы сузили масштаб изображения войны до размера батареи, окопа. Эти книги называли собственными биографиями авторов. Первой в ряду подобных произведений стала повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Она вышла в 1946 году. Повесть о безымянных защитниках Сталинграда, которые, забыв о себе, не думая и не жалея себя, отстаивали каждый сантиметр родной земли. Именно эта повесть стояла у истоков лейтенантской прозы, более чем на десятилетия опередив последующее за ней произведение. Началась же лейтенантская проза с романа Юрия Бондарева «Батальоны просят огня». Он вышел в 1957 году. В основу романа положены реальные события на Днепровском плацдарме, в которых принимал участие сам автор. В романе речь идет о двух батальонах пехоты, которые переправляются на противоположный, занятый немцами берег Днепра и завязывают бой, чтобы дать возможность главным силам форсировать реку и начать мощное наступление. Но наступление не будет. Обстановка изменилась, и высшее командование приняло решение наносить главный удар в другом месте. И туда в срочном порядке перебрасываются дивизия полковника Иверзева. Два батальона которой уже ведут бой в другой стороне Днепра. Не будет по этой же причине обещанной батальоном артиллерийской поддержки. Артиллерия дивизии уходит вместе с ней. Лейтенантская проза требовала от автора высокого литературного мастерства. По выражению Василия Быкова, строгая форма произведений чуждалась перед псевдоромантики, псевдолиризма, стилевых изысков, иллюстративности. Константин Симонов говорил, что о войне нужно знать как можно больше и искать правду на скрещении разных точек зрения. Не разных правд, а именно разных точек зрения. Кстати, мы порой путаем понятие правды с понятием точки зрения. Конечно, точка зрения солдата на войну одна, а точка зрения командира полка другая. Даже на один и тот же бой, потому что они смотрят на него с разных точек и имеют в нем в этом бою разные задачи. Именно о военной задаче в бою говорит Константин Симонов. Истина находится где-то на скрещении всех этих точек зрения. Поэтому и формулировку «солдатская правда», которая звучала в адрес лейтенантской прозы, Константин Симонов понимал только в этом смысле. Это не какая-то отдельная особая правда рядового солдата, а солдатская в смысле того, что это прямая, подлинная солдатская правда. Настоящий генерал, если его назовут солдатом, никогда не обидится. Наоборот, будет гордиться этим. Лейтенантская проза вошла в состав военной прозы и задала главные ориентиры художественных поисков для этого жанра. Тема судьбы и нравственного выбора неразрывно связана для тех, кто был там, кто стоял перед выбором каждый день, каждый час. Кто делал выбор – сказать правду или солгать, предать или погибнуть, но остаться верным. На войне, как и в жизни, человек делает свой нравственный выбор. Разница лишь во времени. В обычной жизни у нас это бесценная комбинация из двух слов «время подумать», а на войне этого времени нет. «Батальоны просят огня» – это трагедия в прозе. Начнем с заглавия. Оно не нейтрально, а открыто эмоционально. Обращено к нам, к нашим чувствам, к нашему сердцу. «Батальоны, прорвавшиеся на тот берег Днепра, в тыл к гитлеровцам просят поддержки, помощи, просят огня нашей артиллерии, которая огненным щитом прикрыла бы их в эту тяжкую роковую минуту, завязавшегося на плацдарме боя. Просят и не дождутся. Огня не будет». Нет, это не предательство, не ошибка. И полковник Иверзев, новый командир дивизии, отменяющий приказ открыть огонь, не самодур. Пока батальоны переправлялись на тот берег, просто изменилась обстановка. Не только на участке дивизии, но и в армии, и даже на фронте. «Обозначился успех на другом фланге, и теперь в другом месте наносится главный удар. Война есть война, у нее своя логика, нередко жестокая. На батальонах теперь лежит другая задача. Они должны драться до последнего, чтобы противник все еще считал, что главный удар наносится здесь, в этом месте, и они дерутся». Читатель видит Днепр осени 43-го года с низменным левым берегом, уже нашим, и высоким неприступным правом, где еще враги. Тут, на левом берегу, и происходит встреча с героями, которых потом не забудешь. Встреча в обстановке, где каждая мелочь воскрешает неповторимый фронтовой быт. Мы встретим в повести множество самых разных во многом нисходных героев и колоритного, отчаянного Жорку Витьковского, и тихого, интеллигентного Кондратьева, и юного, только что испеченного лейтенанта Ерошина, и умудренного жизнью полковника Гуляева. Но для всех этих участников смертельного боя, откуда вернутся лишь немногие, для всех них битва идет не ради славы, а ради жизни на земле. Потому что за этим стоят такие большие понятия, как «родина» и «справедливость». Отсюда их беззаветность, самопожертвование, подвиг, перед которым нельзя не склонить головы. Один из танков был уже на расстоянии 30 метров от Ермакова. Со скрежетом подминая, разутюживая бруствер, танки ползли справа и слева, обтекая высоту, входили в деревню. Какие-то танки двигались с тыла, ломая деревья, стреляли на улицы среди домов. Перед ними в сторону траншеи бежали и падали люди. Люди бежали и по скатам высоты. А овсяное поле, дальняя опушка леса, окраина деревни, все чернело, вздымаясь разрывами, и небо дрожало от грубых басовитых струн. И воздух везде шуршал и колыхался под низкими облаками, и капал мелкий дождь, как пыль. И был, оказывается, закат за высотой. Багрово-красная щель светилась, сплюснутая тучами над лесами. Можно вновь и вновь перечитывать страницы повести, где рассказано о судьбе батальона, и каждый раз открываешь для себя новые, удивительно емкие детали. И рассвет над Днепром, когда красные полосы этажами сквозили между слоями тумана. И появление в утреннем небе рамы фашистского самолета-разведчика. Она ныряла, сверкая стеклами кабины, словно купаясь в воздухе. Далекая, опасная, чужая. И еще множество черточек, увиденных глазом истинного художника. И вы только вслушайтесь музыку, глядитесь в живопись красочного описания ночного форсирования реки. И вдруг тишина оглушительно взорвалась и осветилась. Торопливо взлетая, ракеты смешались, змеисто извиваясь в небе и в воде. Все замерцало, свет потемки, свет потемки. Лихорадочно красными мотыльками забились вспышки на том берегу. В перекрест запульсировали струи трасс, отвесно хлестнули по воде сверху. Свет потемки, свет потемки. В огнях ракет, появилась вода. Рассыпанные плоты побыстрине, темные фигурки людей. Повесть Бондарева, в сущности, это рассказ об яростном трагическом бою. Истерзанные, с каждым часом редеющие батальоны до конца не переставали надеяться на поддержку дивизии. Они боролись, не хотели умирать и не верили в свою очевидную гибель. Как не верит в преждевременную смерть, все здоровое, что обладает живым дыханием. Но единственный оставшийся в живых офицер, Борис Ермаков, принявший на себя командование батальоном, понимал, что исход предрешен, что они отрезаны, окружены немецкими танками, артиллерией, пехотой. Критика отмечала особенность Бондаревского повествования, его концентрированность. Действие всегда сжато, расположение материала тщательно продумано. Каждая предшествующая глава железно определяет последующую. Нарастание напряжения идет по восходящей линии. Если вас заинтересовала данная тема, предлагаем рекомендательный список литературы. Спасибо за внимание. Продолжение следует...